Что же такое настоящая жизнь? Я сегодня в очень глубокой концентрации слушал голос святого человека, вместе с ним молился, так же, как он, старался глубоко его звук понять, чистоту его понять, слушал. И в это время находился в аскезе, в неподвижном положении тела. В это время я постепенно зашёл в своё сердце, увидел свою жизнь, всю свою судьбу, увидел людей, которые на меня надеются здесь, в этом зале, начал молиться за них, как это я делаю. Я слушаю голос, наполняюсь им. И моя вера в этот звук святого человека, я в памяти с этой верой обращаюсь к этим людям. И эта вера делает их уверенными, делает их сильными, то есть победоносными. Понимаете, всё основано на вере. Если ты веришь в святость кого-то и чувствуешь эту святость, ты передаёшь своей памятью всем эту святость, и эта святость становится основой жизни всех, кто тебя окружает. Так человек должен жить, он должен каждый день этим заниматься. Это настоящая жизнь. Вот я верю тебе, я верю тебе. Хорошо, это просто слова. Вера означает труп души. Нужно учиться, опираться на тех, кто в настоящем верит. Эту верить перед верой через память, свою память передавать всем остальным. Хотя есть чувство несправедливости по отношению к кому-то, оно постепенно проходит. У меня тоже бывает чувство несправедливости, я не каменный человек. Но я знаю, что в этом нет сильно большого чего-то. Стресс означает, что я придаю сильно большого значения тому, что не является таковым. Ой, я не могу здесь жить в этой стране, у меня нет работы, нет счастья, нет любви, мне плохо здесь. Это просто влияние энергии и времени. Всё. Если ты молишься, убираешь эту энергию, тебе становится здесь хорошо, ты становишься счастливым, у тебя появляется близкий человек, у тебя появляется работа, несмотря на то, что тебе всё это здесь не положено. Что значит не положено? Это значит, что есть сила, которая препятствует тебе возможности здесь жить счастливо. А ты, если силу эту преодолел своей с помощью звука, слушания святости и памяти, звука и памяти, ты победил, тебе стало всё положено. Некоторые говорят, нет, нет, не положено, означает никогда не положено. Такие есть умники. Говорят, да, не положено всё. Доктор, я жить буду, я бы тебе не советовал. Не положено уже хорошо жить, всё плохо, будешь болеть. Умники такие есть. Замечательно. Хорошая философия. Вот сам так и живи. Как мне быть счастливым? Заведи себя любовника. А можно я заведу любовницей твою жену? Психолог тебе посоветовал? Говорит, заведи себя любовницу. Хорошо. У тебя есть жена? Есть. А можно я вашу жену заведу себя любовницей? Всё познаётся на себе, на своём опыте. Если ты так говоришь, что кому-то ты придёшь, тебе скажут, всё, осеннее пальто можешь не покупать. Ты сам всю жизнь такие вещи говорил, через гороскоп другим людям. Теперь тебе скажут то же самое. Ты поверишь в это? Нет. Ты скажешь, нет, я всё смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ, время. Я хочу с временем отношения с силой строить. Я хочу побеждать в этом мире, а не сдаваться. Но если так, то почему ты тогда другим говоришь не такие же вещи? В этом мире нет поражения. В этом мире есть только победа. Поражение означает неправильная философия, неправильное восприятие мира. Человек, который даже не может победить в злокачественном опухоле на пороге смерти, он не терпит поражение, если он думает о Боге. Он испытывает огромное счастье, даже уходя из этого мира. Я был свидетелем одного удивительного ухода в святом месте. Один человек болел злокачественной опухолью. Иногда даже святой человек не может вылечить злокачественную опухоль, потому что так хочет Бог. Хочет его себе забрать. Ему надо по законам это всё делать. Он не может его просто взять и забрать. Надо, чтобы всё было внешне, выглядело, что вот как бы по законам. Но есть признаки, что этот человек достиг совершенства жизни. Я вам сейчас расскажу эти признаки. Он был очень умиротворённым перед уходом. Один раз был такой момент, что он говорит, дай мне, пожалуйста, трубку телефона. Мне звонит кто-то. Жена говорит, никто не звонит. Он говорит, дай, пожалуйста, трубку. Она ему даёт трубку. Он говорит, алло, да, я вас слушаю. Всё понял, спасибо. Обязательно так сделаю. И она говорит, а кто с тобой разговаривал? Он говорит, со мной разговаривал мой духовный учитель. А духовный учитель уже давно ушёл из этого мира. И что он тебе сказал? Он мне сказал, что завтра мне надо ни есть, ни спать сейчас. Всё, только молиться. Завтра я уйду к нему. Всё, завтра я уйду к нему. Сегодня я молюсь. Она думает, ну вот, какие-то галлюцинации уже пошли. На следующий день, в это же время примерно, он лежит, говорит, ой, посмотри, как всё красиво вокруг, какая красота. Я вижу, что всё красиво становится. Красота какая-то. Она говорит, никакой красоты, ничего не вижу. Вот он говорит, посмотри в окно, как всё красиво стало. В святом месте был этот человек. Она посмотрела в окно, потом на него смотрит, а он вот так вот, в такой радости, с улыбкой на лице, глаза счастливые оставил этот мир. нет смерти для таких людей, которые уже всё сделали в своей жизни, всё самое красивое сделали. Они жили для счастья, для чистоты, и ушли в эту чистоту. Поэтому есть сознание пчелы, и сознание мухи. И пчела, и муха хотят любви, то есть сладкого вкуса. Все хотят любви. Пчела, когда летит к любви, она ничего не замечает вообще вокруг. Только цветок, только нектар, только пыльца. Когда она берёт её, не себе. Это волосы сами жрать всё начинают. Пчела несёт в улей. Она всё это берёт, несёт другим пчёлам. И вот так всё время она летает туда-сюда. Она ничего не замечает, кроме любви. Потому что пыльца и нектар это энергия любви цветка. И также вот эти вот цветки, это означает любовь всё. Почему он дарит цветы? Потому что это любовь. Может старший давать цветки, в них заложена энергия любви к Богу. Когда старший и младший он даёт цветок, этот цветок олицетворяет любовь к Богу. Поэтому цветы в отношениях между любимыми есть, и между старшим и младшим тоже есть цветы. Это означает любовь. И когда пчела устает, она потом прилетает в улей, уже не может лететь просто, она не может. Она начинает там ползать, есть мёд, и он прилипает ей к крыльям, она вся в этом мёде становится, изваляется, и вся там она погружается в мёд, вся в мёде, короче, становится. И вообще она залепляется мёдом, вот вся лежит в этом мёде. глаза квадратные. А мёд — это энергия любви. И она вся в любви, вся в шоколаде лежит. и потом её другие пчёлы облизывают, облизывают всё, и она раз, и опять за нектаром. И так всю жизнь. Она кроме мёда ничего не знает, пчела вообще в жизни. Она знает только любовь. Всё. Муха тоже летит за любовью, она хочет любви, но по дороге она смотрит, чтобы нигде не было бардака. Для неё любовь на втором месте стоит, а на первом — правило. Главное, чтобы всё правильно было. Ничего, всё должно быть хорошо, правильно, никакого бардака не должно быть. Она всем делает замечания по дороге, и в конце концов она видит, там лежит какая-то куча, вот вообще полный бардак. Надо разобраться с этим вопросом. Она туда летит, в эту кучу, туда залазит, у неё потом опарыши появляются там, и вот она в этой куче всю жизнь проводит вместо нектара. То есть поэтому выбери для себя, чего ты хочешь. Делать замечания, на всех злиться, ругаться или любить. Или любить, прощать и трудиться сердцем. Ты выбери для себя, что ты хочешь. Делаешь пщеинную жизнь и попасть в пространство духовное, где только чистота и любовь, или попасть в пространство злое, где все те будут делать замечания постоянно. Один священник подошёл к своему батюшке, говорит, «Ты мне образно, просто образно расскажи, чем отличается рай от ада. Вот расскажи, как ты, примерно, чтобы было понятно». Он говорит, «Ну хорошо, вот смотри, ты заходишь в столовую, в трапезную, и там одна такая стоит, ну похлёбки, такая чашка, сидят вокруг монахи, у них длинные ложки, и они пытаются оттуда кушать. Но так как ложка длиннее, как бы, а можно брать только за край, ложка длиннее, поэтому ты не можешь себе засунуть эту ложку в рот, и все очень сильно мучаются, и голодные, и несчастные, потому что они берут, и каждый пытается больше взять себе из этой похлёбки. Это ад». Он говорит, «А рай тогда что?» Ну, то же самое, говорит, такая же кухня, большой стол, сидят такие же монахи, такая же похлёбка, но только они, когда из ложки берут, они вообще про себя не думают, кому-то другому в рот кладут эту еду. И им кто-то в это время в рот кладет. И так они кушают все. Это рай. Вот то же самое, только вот в этом разница. Когда человек живёт в боли, в своих трудностях, он живёт в страхе, он живёт в напряжении, ему хочется, чтобы у него была счастливая жизнь, он живёт в аду. Когда человек забывает про себя, служит другим, хоть этот путь неведом, этот путь неведом. Никто не знает, что надо отречься от своего счастья. Все говорят, так это, а как тогда вообще, как без своего счастья? Да, вот отдавай всё, и всё о них, думай о себе. Счастье будешь получать с другой стороны. Не сам будешь себе добывать, а тебе будут давать. Забудь про себя. Счастье все будут тебе приносить. Давать тебе будут счастье. Если ты забыл про себя, все будут тебе помнить в это время. Спасибо. 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 Спасибо.